Если предварительный договор подписан, а объект зарезервирован, можно и даже нужно готовиться к самой сделке. Что нам предстоит теперь? Ирина, предположим, клиент выбрал конкретную квартиру, подписал договор резерва, закрепил квартиру за собой. Дай бог, нет никаких форс-мажоров и со стороны покупателей, и со стороны продавца, но теперь нужно уже готовиться непосредственно к сделке. Что включает в себя подготовка? Какие основные моменты здесь есть? Договор резерва и является своего рода планом по подготовке к сделке. Почему? Потому как мы знаем, когда, к какому сроку мы готовимся, и мы знаем уже стоимость, и от этого отталкиваемся при финансовой подготовке, то есть непосредственно перечислении денег на счет в испанском банке и подсчете всех расходов, которые будут запутаться в данной сделке. Сама подготовка, что она в себя включает, какие здесь есть основные элементы? После заключения договора резерва нам необходимо открыть счет в испанском банке, получить индивидуальный налоговый номер иностранца, и если необходимо, в данном случае, оформить ипотеку. Ну, предположим, у нас более простая ситуация, ипотека не нужна. Открытие счета в испанском банке, что для этого требуется? Для этого требуется документ удостоверяющий личность, то есть паспорт, и документы о доходах или источнике происхождения денежных средств, на которые планируется покупка недвижимости. Означает ли это, что человеку на основании этих документов могут счет и не открыть, если банк что-то смутит? Такого случая не было ни разу. Почему? Потому как предварительно, перед тем, как идти в банк, мы всегда смотрим документы, сначала мы самостоятельно. И опять же, если это тот случай, когда человек готовился к поездке и к покупке, то эти документы мы уже проверили до его приезда, и на это даже не отвлекаемся. Если это тот случай, когда клиент внезапно решил купить, и у него с собой ничего нет, тогда мы как поступаем? Мы все равно идем в банк с паспортом для того, чтобы банк проидентифицировал клиента. И после, по возвращению, клиент сразу в кратчайшие сроки присылает нам документы необходимые, мы их подаем уже в банк без него. Сколько времени занимает чисто физически сама процедура получения этого счета? Это от получаса до часа. Нужно ли каким-то образом предварительно записываться в банке для того, чтобы назначить по встречу? Да, в идеале да. И мы это, как правило, делаем, когда мы ожидаем наших клиентов и планируем работу с каждым. Но если вдруг бывает такое, опять же, та ситуация, когда человек внезапно решил, что нужно покупать, то мы можем прийти в банк без записи. Индивидуальный налоговый номер. Что это такое и как получается он? Индивидуальный налоговый номер. Это персональный номер, который присваивается к каждому резиденту Испании и нерезиденту для идентификации в системе социального страхования и налоговой службы. Как он технически получается? Необходимо заполнить заявку, предоставить документы по списку, фотографии, основания для получения данного номера и оплатить госпошлину. Нужно ли предоставлять какие-то документы, связанные с приобретением недвижимости? Вот этот договор резервы или что-то еще? Да. Согласно нормативных документов Испании для получения налогового номера необходимо основание. Это не обязательно может быть не только покупка недвижимости, но в том числе и... Индивидуальный налоговый номер можно получить самостоятельно? Да, конечно. Если знать, где его выдают, собрать список документов, его можно получить самостоятельно. И его можно получить как на территории Испании, так и на территории страны собственного проживания, в посольстве Испании. Но стоит обратить внимание, что иногда по срокам в посольстве Испании выдают несколько месяцев. И если нет этих нескольких месяцев, то лучше не рисковать. Есть еще история, связанная с получением кредита. Если тебе не нужно кредитование, все проще. Предположим, кредит все-таки потребуется. Что тогда? Тогда необходимо собрать документы для получения предварительной оценки в банке. Предварительной оценки финансового состояния потенциального клиента, потенциального заемщика для банка. После получения этой предварительной оценки мы должны предоставить документы по недвижимости, для того, чтобы банк реально запускал в работу рассмотрение кредита. На это уходит от трех до пяти недель. После предоставления всех документов, как правило, банк уже работает самостоятельно, без привлечения ни клиента, ни даже нас, как представителей клиента. Иногда, редко даже, но бывают случаи, когда банк может попросить дополнительно какой-либо документ. Но, как правило, нет. Банк самостоятельно уже выполняет свою процедуру, оценивает недвижимость, проходит все этапы кредитного комитета и выдает нам уже официальный ответ от кредитного комитета. И после этого мы уже готовимся к сделке, к подписанию на КВР углепродажи. В течение трех-пяти недель банк рассматривает заявку. Предположим, он ее одобряет. В чем выражается это одобрение? И какой твой следующий шаг после всего этого? Одобрение выражается в том, что банк нам отвечает, что от кредитного комитета получен положительный ответ. Как правило, это по почте. Иногда, когда нас поджимают сроки, такое тоже бывает, то это может быть по телефону сотрудник банка звонить нам, представителю покупателя, и говорить, что кредит одобрен. Дальнейшие действия наши следующие. И мы планируем уже, что будет дальше. Вот так это, как правило, происходит. Итак, у меня есть открытый счет в банке, у меня есть индивидуальный налоговый номер. Если мне нужно, банк готов предоставить мне кредит под конкретный объект. Полностью ли я в этот момент готов к самому подписанию договора купли-продажи или что-то еще требуется? Последнее, что мы не проговорили в подготовке, это перечисление денежных средств на счет в испанском банке. Вне зависимости от того, с привлечением кредита или без, нужно переводить денежные средства, просто разница тогда в сумме. Это нужно сделать заранее, потому как на международный перевод бывает уходит несколько дней, могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства. Обязательно мы всегда готовимся к этому заранее, к переводу денежных средств в том числе. Мы составляем форму расчета, в которой отражаем полностью стоимость недвижимости, уже оплаченная сумма резерва. Если это с привлечением ипотеки, то в ней же мы отражаем, сколько средств необходимо собственных, сколько будет заемных. И обязательно отражаем все расходы, необходимые по сделке. Это все просчитываем, связываемся с нашим клиентом дистанционно, проговариваем, какую сумму необходимо перевести на счет в испанском банке. Окей, если деньги на счету есть, если есть индивидуальный налоговый номер, счет уже естественным образом открыт. Все, вы готовы к сделке. Единственный вопрос, как определяется дата этой сделки и как она согласовывается с продавцом? Этот вопрос первый раз поднимается еще на этапе подписания договора резерва, когда мы устанавливаем дату, на которую ориентируемся. То есть, либо это три месяца или меньше, бывает и так. Поэтому мы всегда задаем вопрос покупателю, еще тогда на этапе подписания договора резерва, когда покупатель хочет и готов купить. Опять же, с учетом, нужен ли кредит или нет, с учетом его графика рабочего и так далее. И точно так же мы общаемся с представителем продавца, насколько он оперативно и быстро готов продать и приехать. И третье, необходимое, что также влияет на срок, это сам объект недвижимости. Нет ли никаких по нему недооформленных документов, например, наследство. Такое бывает иногда, что люди получили наследство, но его не оформили, нет никакой информации. И на это тоже может уйти время. Вот эти три фактора мы должны сопоставить, чтобы примерно на этапе подписания договора резерва определить дату. И когда мы уже делаем подготовку со стороны покупателя, продавец, если это необходимо, заканчивать свои дела, в частности, и по оформлению того же наследства, как мы говорили. После этого мы назначаем уже конкретную дату. То есть, все у нас готово, мы садимся и говорим покупателю, что вот примерно на эту дату мы можем договариваться на подписание на контракт. Это та дата, когда покупатель обязательно должен быть в Испании и присутствует на сделке? Да, если он никого не назначил доверенностью. Такое тоже возможно. Ура! Мы с вами полностью готовы к сделке. Ну а как она будет происходить, об этом уже в следующей серии нашего проекта. И не забывайте подписываться на наши каналы. Субтитры сделал DimaTorzok